Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы покажем и раскроем тему теннисных мячей в боксе. Поэтому смотрите, пользуйтесь. Простой обычный мяч. Первое, наверное, самое упражнение, которое рекомендовано для боксеров. Это не броски, не там всякие перекладки мяча. Просто вот сначала большим пальцем согни его прямо во мне туда. Вот это для большого пальца. Дальше идет, когда ты сжимаешь уже всеми пальцами. Можно двумя пальцами сжимать. Есть целая серия таких массажных упражнений, которые, ну, они, ну, как сказать, мой тренер рекомендовал мне только для того, чтобы вот это вот получить общее развитие. И все то, что можно делать с шариком, он просто фантастика. Берешь, сначала его раскатываешь ладонями. Вот смотри, ладони ты можешь прям сжать, локти под себя подводишь. И вот такие вот быстрые движения, которые ты можешь разогнать его, именно ладошками, дави на него. Тогда будет смысл. Если просто так его катать, ну, никакого эффекта не будет. Ты в разные стороны можешь его гнать. В одну, в другую. Можешь вот так его гнать. Может поперек его гнать. Вот именно ладонью. Дальше начинаются, вот смотри, вот это уже массажная часть. Очень такие, ну, они нравились мне, потому что они очень хорошо, как бы, разгружали. То есть привыкаешь к тяжелым упражнениям, к безумно тяжелым упражнениям. А вот это вот, оно как бы и отвлекало от общих тренировок. И смотри, как можно заворачивать. Твоя задача не выпустить. Видишь, не уронить сам мячик. Можешь вот вокруг одного пальца его выгнать. Потом ладонью сюда. Все вот эти вот движения, они развивают тебе мелкую моторику. И помимо мелкой моторики, есть еще такой фон, ну, как координационный. Смотри, видишь, пошел сюда. Можно смотри, как выводить. Когда ты выводишь его вот так. Вот на эту часть. И уже не ладонью-то его, а кистями. В боксе вот все вот эти вот вещи, движения. То есть когда ты, ну, руками защищаешься. То есть тебе нужны разные формы передвижений. И вот как раз вот этот вот мячик, ну, он как бы готовит тебя. То есть еще раз говорю, это не основные упражнения. Все вспомогательные упражнения, они просто помогают правильно тебе сформировать вот эту вот картину. Можно вот так. Там доходило даже до того, что вот догоняешь его до плеча. Вот смотри. Видишь, можно как разминаться им. Можно, то есть все зависит от степени, ну, как бы нажатия. Видишь. И вот эти сами по себе круговые движения. То есть то, когда ты его прижимаешь. Там по разным векторам, направлениям гоняешь. Вот пресс, пожалуйста. Видишь, вроде, ну, что там, мячик, мячик. А с этим мячиком столько можно сделать. О, солнышко. Опять-таки же. Как ты его еще промнешь? Шарика можно давить. То есть уже группируешь мышцы под нажатие. Заодно узнаешь, где органы находятся. Дальше идут упражнения, все, которые связаны с перехватами и бросками. Вот самое популярное, ну, упражнение, как правило, это вот это вот. Когда начинают перехватывать. И вот знают только вот это упражнение. А помимо того, то, что есть еще с десяток таких же упражнений, такого же назначения. То есть я вот, ну, в интернете я нигде этого не видел. То есть вот это вот, как бы сама по себе тренировка с мячом до 40 минут может идти. Вот смотри, ты должен так его подкинуть, чтобы мячик у тебя закрутился. Здесь работает именно кисть. Подкручиваешь и перехватываешь. И вот когда ты его подкручиваешь, у тебя, то есть мячик подлетает и зависает в воздухе. Должен зависнуть в воздухе, чтобы ты его схватил. Так же можешь, как по первому броску уже ориентироваться. Все очень просто. Можно прям вот, чтобы он у тебя даже не опускался. Это уже как бы такое скоростное движение. Когда его закручиваешь, чтобы вот он никуда у тебя не улетал, чтобы ты его четко-четко уже фокусировал. То есть это настолько надо развить свою моторику, чтобы... Еще раз, смотри, видишь, вот он, ты его перед собой, перед кулаком постоянно. И закидываешь. Следующее упражнение тоже мне очень нравилось оно в детстве. То есть когда ты работаешь вот этой стороной, подкидываешь и чиркаешь его. Здесь тоже определенная ловкость есть. Достигается она быстро. То есть на третий, на четвертый раз будет получаться. Первое, когда ты его запускаешь, смотри, Дим, чиркаешь его в эту сторону. Что вот он по руке у тебя. Второй момент. Вот первый, видишь? Второй момент, обратно. То есть ты его можешь закручивать и раскручивать. Старайся не ронять его, но если он роняется, там очень много скрытой нагрузки, пока поднимаешь, опускаешь. Потом тоже очень хорошее упражнение. Прикольно, да? Посмотри, Дим. Руки сильно не расставляй, он сам будет перекатываться. Тебе просто надо удержать его. И так же попробую его покатить в другую сторону. Как бы на себя его движение. Ну, это вот, чтобы немножко отвлечься. Так же вот смотри, вот он у тебя как крутится перед тобой. То есть ты его вращаешь. Вот эти микро-микро подкрутки, это все как бы, ну, тебе потом пригодится. И во всех можешь направлениях. Потом смотри, перекидывание. Вот это вот все упражнения знают. Но мало кто знает, как оно работает на самом деле. Вот эти вот вещи, пока ты делаешь медленно, у тебя, ну, нормально все с координацией. Попробуй поделать его с закрытыми глазами. Все изменится. Видишь, все меняется. А вот теперь смотри, как его делают боксеры. Это все надо кистью чувствовать. Не добиться болевого расслабления, ну, как вот так. Смотри, это уже из области цирка. Все просто. Включаешь плечо. Все. Легко и просто. Можешь одним плечом ударить, другой поймать. Смотри, можно так его перекидывать. Если можно так перекидывать, то можно и так его перекидывать. И вот здесь вот, обрати внимание, вот на эту часть. За руками у тебя невольно тело начнет подыгрывать. Как на правую, так и на левую сторону. Тоже они, ну, все простые упражнения. И можешь как вот от этого выводить. И постепенно, постепенно менять угол. Вверх, вниз. Вверх, вниз. И пошел, пошел, пошел. Видишь, начинаешь повторять телом линии движений. О, и точно, точно, за мной двигайся, точно. Ты наблюдаешь не только за моими руками, но и за моим телом. Очень такое хорошее упражнение. Вот, ближе. Видишь, я уже оторвался от тебя. Ближе, ближе. Молодец. То есть, есть специальные упражнения на жонглирование, которые делают боксеры. Это развитие ловкости и внимания. Ну, и, безусловно, координации. Готов? Теперь смотри. Я тебе перекину в руку, а ты мне. Готов? Надо поймать. Синхронные. Видишь, такие упражнения? То есть, здесь у тебя внимание, оно очень сильно напрягается, потому что, ну, очень много факторов, которые тебе надо соблюсти. Теперь смотри. Я начинаю перекидывать тебе вот в эту руку, там, где находится шарик. А ты перекидываешь в мою руку, где находится шарик. Готов? Во. Ну, каждый свое. Не страшно. Видишь, как бы, ну, такие вещи частенько случаются. Поэтому ты должен быть очень внимательным. Давай сначала простые. Вот это самые простые. Теперь смотри, усложняем. Видишь, как сложно, да? Как кажется, все просто. Тут надо и бросить, и поймать. Говорю левый, ловишь левый. Говорю правый, ловишь правый. Будь внимателен. Потому что здесь очень быстро надо будет соображать. Правая. Правая. Левая. Левая. Всегда ловишь этой, и этой же кидаешь. Левая. Левая. Две. 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 Смотри, кидаю тебе и сразу вторую. Один. Второй. Один. Второй. Можно двумя валить? Или одной. Одной. Второй. Можно и так, и так. Ну, достаточно. Смотри, вот очень хорошее упражнение по набиванию об стенку. Я покажу правильно, как его делать. Сначала ты учишься просто вот. Вот, понимаешь, как он отлетает. Видишь? Ты можешь его так кинуть и вот так поймать. Можешь по классической схеме, чтобы руку не опускать. То есть накинул, как бы ударил. Можно отходить. Можно, смотри, этой кинул, этой поймал. Этой кинул, этой поймал. То есть под разными углами. Дальше у тебя начинается, смотри. Ты подкидываешь кулаком, ловишь. Подкидываешь кулаком, ловишь. Подкидываешь кулаком, ловишь. Все просто. Кидаешь этой, ловишь этой. Дальше можешь сделать два удара. То есть один раз подкидываешь, два раза бьешь. Чем дальше ты отходишь, тем начинается уже сложнее. Дальше. Можно вот так же еще попроще. Просто его подкидываешь и бьешь. Дальше вот можно даже его под боковой удар заводить. Тоже заводишь, бьешь, ловишь. Заводишь, бьешь, ловишь. Во всех этих упражнениях есть определенная ловкость. Делаются они, ну, Димка, это как считается упражнение на расслабление. То есть лучше всего, ну, как бы разминаться ими в начале тренировки, потому что в конце тренировки у тебя с координацией будет, ну, полный хаос. Вообще таких вот упражнений масса. То есть там только дай волю фантазии. В Советском Союзе почему вот очень много было вариантов, вот именно игрового плана. Потому что когда ты постоянно в очень тяжелом режиме работаешь, ну, можно с ума сойти. А вот эти вот упражнения, они, во-первых, тебя отвлекают от тяжелых тренировок. И как бы, ну, знаешь, вот когда ты развиваешь свои навыки, реакцию, координацию, там, все вот эти вот мелкомоторные, ну, функции руки, они все тебе потом помогут. То есть из десятка упражнений, вот действительно эффективных, я тебе говорю, вот выбирается 3-4 и озвучивается. А все остальные, вот вспомогающие упражнения, они почему-то, ну, не знаю, сейчас вообще их не используют. То есть я вот показываю боксерам, ну, топового уровня, они просто в шоке. Никогда в жизни даже не видели таких. Вот привыкли вот к шляпе вот как-то. Да, это хорошее упражнение. Там можно между ногами его заводить как угодно. Можно сзади выводить там и так далее, и так далее. Но кроме этого ничего не знают. А развивать себя надо. Поэтому, парни, развивайте себя и будьте творчески в своем подходе. Такой простой шарик может очень много навыков вам развить. Поэтому всем добра, любви, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok